Приветствуем всех учеников, друзей, посетителей, братьев и сестер в эти, наверное, незабываемые дни. Каждые дни рамадана незабываемые. Дай Аллах нам встретить новый рамадан, дай Аллах нам проводить этот рамадан достойный, иншаллах, амин. У нас в гостях Асхад Хазрат. Ассаламу алейкум и рахматуллахи и баракату. Алейкум саламу алейкум и рахматуллахи и баракату. Да, и мы продолжаем, повинялась Аллаха идти по таким нукат, по точкам, которые являются очень важными. Это такой мост рамадана, мост духовный, амал-юль-кулюб, то есть работа сердец. Асхад Хазрат нажимает именно на эту сторону, потому что все-таки рамадан это не месяц именно голодания или стояния. Это не физкультура. Рамадан это в первую очередь через вот эти физические какие-то действия он прививает нам жизнь духовную, то есть работу сердца. Я думаю, это очень полезно. И вообще понятие тазгия, к сожалению, у нас, особенно у молодых, такого понятия вообще иногда и не существует. Иногда у кого-то спросишь, даже у нас иногда спрашивают. Но тазгия, мы немножко ее забыли. Это такая забытая сунна, хотя это очень важная вещь. Это в принципе та вещь, с которой все начинается. Мы очень рады, что Хазрат сегодня с нами. Хазрат Таффад-Далю,stellen с ума. Сегодня хотелось бы поговорить вокруг двух аятов из Корана И вы здесь что-то. Vamos делать вот эти вопросы. Jet-3 Arimat за письm «Али-Амран» И стоит 3 Аят в Суре Али-Амран Allah Субхан smallest за письm'а говорит в Суре Аят в 6-3 Аят «Ва Аллафа Байнах Кулуби демок «Лова анфк та миа в Аллафа bitter демокф йдя в литах» которые воевали друг с другом всегда до исламовского периода, и когда стали мусульманами, Аллах говорит «Аллафа байна кулубим». И хукм этого аята «Ан» на всех распространяется. То есть, два сердца между собой объединить может только Аллах. То есть, бывает даже, когда, например, в некоторых народах с детства два друга дружат. «Ага, у меня дочка есть, у меня сын, инжалла вырастут, вот их познакомим, поженим». Но они вырастают, и у него сын на другой девочке женится с другого, замуж уходит. То есть, именно Таалиф и Кулуб, чтобы объединить сердца вместе, это принадлежит только Аллах. И бывает такое, например, даже, опять же, работа имама в Москве, бывает, приезжает жених с одной стороны, невеста с другой стороны, но они встречаются здесь, в Москве, и Аллах сближает их сердца. И Аллах сближает их сердца. То есть, вот это здесь, понимаешь, Аллах сближает сердца. Дальше, Субхану Ва Тааля, обращается к пророку Мухаммаду и говорит. Даже ты, Мухаммад, будучи посланником Аллаха, пророком Аллаху Субхану Ва Тааля, если все богатство, которое на земле есть, возьмешь и отдашь, чтобы объединить два сердца между собой, ты бы не смог бы этого сделать. То есть, Субханаллах, не знаю, как Ших Абдул-Басид, например, мы с ним так не виделись, давно виделись, но на расстоянии, но как-то все равно у нас сердца друг другу, я думаю, были. 10 или 15 прошли. Да, Субханаллах. Но сейчас вижу, хочется обнять брата, Машаллах. Хочется обрать Шейх Абдул-Басид. Такой вот некий есть Алиф Абдул-Кулу. Если сердца друг другу близки, то нету страшного в том, что друг от друга тела вдалеке. И вторая же Ая Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля. Здесь Всевышний Субхану Ва Тааля приказывает верующим. Объединяйте сердца между собой. Опять же, Ая касается двух кланов. Ну, ко всем относится. То есть, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, держите завет в Аллах вместе и не разделяйтесь. Имейте в виду, за что держаться вместе? За Кур'ан и за слону пророка Мухаммаза. Поэтому, когда говорят, почему мусульмане разделяются? Почему это так и так далее? То есть, вопрос, вокруг чего нужно объединяться? Не вокруг какого-то человека, не вокруг какой-то фикры, не вокруг какого-то идеи, а вокруг? Кур'ан. Объединяйтесь вместе, крепко держитесь и не разделяйтесь. Испомните милусть Аллаха по отношению к вам. Вы были друг другом врагами, и Аллах объединил ваши сердца. И вы стали помиловаться, Аллах Субхану Ва Тааля, братьями. Вот на это хотелось бы сегодня сделать акцент братства между мужчинами. Братства между, как говорят, ухтишки между сестрами. Это вот тоже некое такое вот это вот заболежение сердец. То есть, вы тут должны понять, что мусульманин или вообще человек не может быть сильным без своих братьев. Какой бы он не был, каким бы он не достигал, один, но не слабый. А вместе он сильный, они вместе тогда сильно становятся. Давайте посмотрим, вспомним опять же ксату асхабель кахф. То есть те, которые, сура кахф, пещера. Эти юноши, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, они были три или четыре, пять или шесть, семь или восемь. Почему так Аллах Субхану Ва Тааля говорит? Он знает, сколько их было количество, но нету в этом, именно Аллах Субхану Ва Тааля хочет нам показать, не столь важны, сколько их было, три или четыре или пять или шесть. Главное, что это была некая группа, некая группа братьев, некая группа людей. И Аллах Субхану Ва Тааля начинает их истории и говорит, Субхану Ва Тааля, ... И они были — рубаши, уверили в Аллаха, Субхану Ва Тааля своего Господа. И далее мы дали им именно это, указали прямо путь. То они были вместе. Потом в конце этой истории говорит, то мы связали их сердца, то есть вместе, Субхану его Тааалу. Посмотрите, не было среди них пророка, не было откровения, не было каких-то чудес, а что их спасло, то, что они столько времени смогли продержаться в пещере, братство, именно братство. Опять же, вернемся в сунду пророка Мухаммадзу Аллаху Ахиду Макки, когда был Микканский период, братство Ахиду Макки собирал вместе, было некое братство, вместе собирались. Потом, когда в Медину переселение сделал, первым, что Бенал-Масджид, построил мечеть и сделал некое братство между мухаджирами и ансарами. Теперь, какое же достоинство Фадл Махабда, какое достоинство, когда человек любит своего брата ради Аллаха. Есть такое высказывание, шейх Абдул-Абдул-Абдул-Абдул-Азид, это твой брат, которого не родила твоя мама. То есть, есть у нас аяты, хадисы, чтобы нас побудило некое, чтобы вот это братство ради Аллаха, не пропадало. Когда мы говорим и улыбаемся в лицо своему брату, что мы в этот момент думаем? Думаем о нем плохо или хорошо? То есть, именно, чтобы некая такая была связь между верующим и его братом. Это, это, но, и у тебя, и он в этот момент, что это достоинство, это, что, есть, что, это, в хадисе «Аль-Кудси», «Хаккат махаббати лил мутахаббина фия, ва хаккат махаббати лил мутазавирина фия, ва хаккат махаббати лил мутавасылина фия». То есть сейчас мы просим Аллаху Субхану Аталу, поклоняемся Аллаху Субхану Ата'алу и хотим, чтобы Аллах Субхану Ата'алу оказал нам свою милость, чтобы Аллах полюбил нас, правильно? Я думаю никто не хотел, чтобы Аллах его не любил. Каждый верующий хочет заслужить довольствие и любовь Аллаху Субхану Ата'алу. Смотрите, заслужил моей любовь. Тот, который любил ради меня. Два брата, которые любили друг друга ради меня, заслужили мою любовь, те, которые же яら делали друг другу. То есть посещали друг друга ради меня. И заслужили мою любовь, те, которые поддержили отношения ради меня. Будь это родственные или между братьями, между верующими. Следующее. Где их положение в Судный день? На кафедрах, на мембарах из нора. Кто будет им завидовать? Это в хадисе сказано. Любящие друг друга ради меня. Им будут в Судный день мембара из нора. И им будут завидовать пророки и шахиды. Субханаллах. Это в хадисе в Кудсе. Почему? Почему им такие кафедры? За что они заслужили, чтобы им завидовали в Судный день пророки и шахиды? Из-за одной вещи. Любили они друг друга ради Аллаха Субханаллаху. Где эти будут под троном Аллаха Субханаллаху. Поэтому, когда Судный день, когда солнце будет на уровне головы, то есть вот такое жаркое будет, так сильно печь будет, то эти люди будут под тенью трона Аллаха Субханаллаху белой завистью и шахида. Субханаллах. То есть, каков же это просто? Именно здесь условие. Чтобы это любовь была ради Аллаха. Это условие, чтобы любовь была ради Аллаха Субханаллаху. То есть, кто любил ради Аллаха. Кто не любил ради Аллаха. Опять же, мы говорим, что не любил действие человека. Например, человек, например, молится, читает намаз. Верующий, например, боится Всевышнего Аллаха Субханаллаху. Эти грехи ты не любишь. Но не самого человека. Не знаешь, что самого человека не любишь. Ты не любишь его дияния. Как сказал Субханаллаху. То есть, я отдаляюсь от ваших дел, но не от вас. Я отдаляюсь от того, чему вы поклоняетесь. Ибраима Алейсаллаху. Но самого человека, за какое-то его действие, которое он совершил, поступок грешной, ты его как бы любишь, ты его призываешь. Так как он твой брат, ради Аллаха Субханаллаху. Ты не любишь его дияния. То есть, кто любил ради Аллаха. Кто не любил ради Аллаха. Давал жертву ради Аллаха Субханаллаху. Не так, что там, например, обычно как же у нас бывает? Какую-то вещь ты увидел брендовую. Ты не смотришь на ценник и хочешь ее купить. Но когда надо где-то пожертвовать. Субханаллах. Человек смотрит. У него там есть пятитысячная купюра. Тысяча рублей. Много пятитысячных. Много тысяч. Ага. Он самую маленькую берет и жертвует. Братья Аллаха Субханаллаху. То есть, ты должен давать лиллаху. Когда ты даешь, ты должен жертвовать и любить это. И знать, что это ради Аллаха Субханаллаху. И тот, кто запрещает ради Аллаха. То есть, видя, например, его семья делает запретные дела. Или же, например, какие-то харамные вещи. Он запрещает свои семьи это делать. Тому, над кем у него есть власть. Или даже, если у него власти над ним нет, он не довольствуется этим. У этого человека религия, вера полноценная, усовершенственная. То, кто любит ради Аллаха, не любит ради Аллаха, жертвует ради Аллаха и запрещает ради Аллаха, у этого человека религия полноценная. Это сказал пророк Мухаммад. Салла Аллаху алейхи ассалям. Поэтому и дан, аль-фаида ухра. Новый здесь, что у нас в пользу мы берем из этого. Истикмалю имаан. Истикмалю имаан. То есть, опять же, чтобы религия была полная. И чтобы она была полноценная. То есть, опять же, условия, чтобы любить ради Аллаха. Все делается ради Аллаха. Любить ради Аллаха. Не любить ради Аллаха. Отдавать. Жертвовать и запрещать ради Аллаха. Здесь именно есть тоже любовь ради Аллаха. Поэтому уважаемые братья. То есть, любить ради Аллаха. Это великое отношение. И за это великая награда Всевышнего. Иногда бывает такое, что человек говорит. Я его люблю, а он меня не любит. Или я его больше люблю, а он меня меньше любит. Я ему больше уделяю внимание. И начинает злиться. почему я его больше люблю, почему у меня взаимная такая любовь, нет, я хотел бы этого брата обрадовать, или эту сестру вот мой брат, тот который говорит, я его люблю больше, но у меня меньше, и ты обижаешь, смотри какая от тебя награда от Аллаху Субхану Таиле если друг друга ради Аллаха двое любят то из них лучший перед Аллахом тот, который больше любит чем его любит Другая уже, Машаллах, берем пользу дальше человек любит но видишь, что в ответ он меньше получает тебе Аллах, Субхану Таиле, лучше ты значит лучше, чем тот перед Всевышним Аллахом, Субхану Таиле как будто, кажется, звук пропал, нет? Алло? поэтому хотелось бы обрадовать того человека то есть обрадовать того брата, который любит больше чем его любит то есть насколько ты больше любишь своего брата, чем он тебя тем более ты ближе приближаешься к Аллаху Субхану Таиле и ты получаешь любовь Аллаха Субхану Таиле как говорит Субхану Таиле кто хочет прочувствовать сладость своей веры пусть любит своего брата только ради Аллаха Субхану Таиле то есть опять же, если человек, у него есть в его сердце любовь в отношении к своему брату ради Аллаха Субхану Таиле она искренная, она не наигранная то этот человек может прочувствовать сладость веры своей Субхану Таиле сладость своего имана, сладость поклонения Субхану Таиле поэтому, опять же, Фаида Таил-Ухра Субхану Таиле сколько Фаида мы сегодня берем новые пользы то есть, опять же, здесь чувствуешь и сладость веры когда ты любишь ради Аллаха Субхану Таиле своего брата поэтому что касается любовь это любовь, это из дела сердец это из дела Амали Кулуб поэтому следующее также мы какую Фаиду возьмем если пользу если кто-то полюбил ради Аллаха Субхану Таиле своего брата он должен ему это сказать как мы говорим если кто-то из вас полюбил ради Аллаха Субхану Таиле своего брата пусть он ему это скажет что он его любит ради Аллаха Субхану Таиле Если кто-то из вас полюбил ради Аллаха своего брата, пусть он к нему придет домой и скажет ему, брат мой, я тебя люблю ради Аллаха, субханаллах поэтому, кодията ухуа не есть оба тежария не оба маслаха что касательно любви когда смотрят на мусульман как вы любите даже сейчас в Рамадане приходят немусульмане и говорят, как вы друг друга любите друг другу подаете в рот кусочек ложите еды финик подаете сами не пьете, пока брату не дадите как это все красиво выглядит и здесь популярный человек здесь обычный человек на хране он с ним обнимается саляму алейкум, брат, и так далее тот, субханаллах говорит, как так он такой-то известный человек миллиардер он с охранником обнимается его обнимает еще и поздравляет это вот это вот есть любовь ради Аллаха, субханаллах где нету никакой-то взаимной выгоды а только ради Всевышнего саляму алейкум, субханаллах и здесь очень-очень такая из всего этого я бы сказал самая важная польза человек он с тем, кого он полюбил то есть в этой жизни их любовь и в вечности тоже у них любовь ради Аллаха, субханаллах будем продолжать то есть опять же смотрите наш любимый пророк Мухаммад хотел бы встретиться с братьями которых он любит то есть с нами, братья хотел посланник Аллаха, с нами встретиться и говорил я соскучился по своим братьям я соскучился по своим братьям тогда сахабы сказали не мыли твои братья посланник Аллаха то есть сидим рядом не мыли твои братья он сказал нет, вы мои сахабы вы мои подвижники а мои братья, которые после меня придут уверуют в меня не увидев меня то сейчас мы с вами, братья живем с хадисом пророка Мухаммада как мы по нему соскучились так же пророк по нам соскучился так же по нам скучают поэтому о братья Мухаммада то есть мы должны выбирать следующий пункт то что мы должны выбирать для себя, братья как удивительно один брат сказал один человек сказал я говорю как выбирать правильно братья как будто ты выбираешь саф как будто ты выбираешь ряд тот, который будет за тебя молиться когда ты умрешь погребальному кого бы мы хотели увидеть в ряду этого шейха этого брата и так далее то есть они как будто ты выбираешь для себя саф вот так нужно выбирать братья не каждый из людей то есть достойно чтобы быть таким братом да то есть именно выбираешь своего брата для того чтобы такого какого ты хотел бы видеть сафи чтобы читал за тебя я так понял у нас время закончилось да? алло в вашем распространении если у нас время чтобы не нарушать если время у нас уже закончилось ничего страшного мы можем завтра продолжить еще на эту тему а послезавтра уже возьмем другой если у нас время уже вышло братья и сестры хотелось бы здесь остановиться на этом пункте то есть как правильно выбирать для себя братьев в этой жизни как правильно выбирать для сестер обращение как сестру для тебя выбирать чтобы она была начала твоей сестрой в этой жизни то есть не каждый человек достоин быть братом не каждый человек достоин для сестри быть сестрой об этом мы уже обсудим еще на В следующем нашем эфире завтра Просим Всевышний Аллах Чтобы дал нам пользу Из того, что мы слышали И смогли это принимать в дела Чтобы это не было просто слова Которое зашло в одно ухо и из другого вышло А чтобы из этого была польза максимальная для нас И чтобы из того, что мы слышали Мы делали, применяли в жизни Субтитры создавал DimaTorzok